добрый день я рада всех приветствовать на своем канале клуб мята желаю каждому освежить свой образ о себе в своей голове сегодня я хочу разобрать сказку топилиуса три ржаных колоска о чем для меня эта сказка что у меня внутри отозвалось когда я стала ее читать и разбирать со своим сыном во мне поднялись очень глубинные можно сказать такие внутренние родовые сценарии и я увидела как происходит программирование людей происходит подмена понятий насколько глубоко это проникло в меня я сейчас не могу точно сказать но эта сказка во мне прям продолжает с каждым днем открываться и открываться новые истины конечно не все может быть здесь полезно и не все является аксиомой что я скажу это мои выводы мои предположения вы можете быть не согласны это тоже хорошо но если что-то из вас но если что-то для вас будет полезно и что-то вы в себе откроете я буду очень вам благодарна так начнем все началось под рождество жил в одной деревне богатый крестьянин деревня стояла на берегу озера на самом видном месте выселся дом богача с пристройками амбарами сараями за глухими воротами на другом берегу лесной опушке ютился маленький домишко 7 ветрам открыты да только и ветер ничего не мог здесь ветер ничем не мог здесь разжиться на дворе стояла стужа деревья так и трещали от мороза над озером кружились тучи снега сейчас я более детально начну разбирать этот абзац вернее два абзаца здесь я прочитала и более детально буду рассказывать что здесь я обнаружила и что здесь стало для меня очень того что я раньше не замечала очень очевидным как сказки до фольклор нас программирует как происходит жесткая подмена понятий и как наше мышление начинает мыслить неверном направлении происходит ситуация на рождество обычно да такие праздники как рождество новый год у нас соответственно вызывают даже сейчас произнеся эти слова у меня внутри появилась голове елка подарки то есть это праздник веселья когда мы щедры когда мы готовы купить все что угодно мы купим на этот праздник мы позволяем себе то что может быть мы не позволяли среди года то есть это те дни когда мы максимально находимся но в том состоянии как бы мы хотели что было бы каждый день то есть это тот день когда мы себе позволяем его прожить в роскоши и соответственно события этой сказки будут происходить именно в те дни когда человек максимально будет открыт то есть он будет максимально его душа будет широка здесь автор нас хочет да не не просто так именно это время года выбирается здесь автор на в нас сразу с первых строк хочет поднять позитивные эмоции это тоже самое если я вам сейчас скажу да не думайте о зеленом слоне то даже если мы будем максимально сдерживать свои мыслительные процессы то образ зеленого слона у нас появится в голове и соответствующие мы почувствуем эмоции да что я и такого нет такого не может быть и здесь точно также описывая это событие во время нового года соответственно сразу с первых строк нас автор поднимает позитивные эмоции и соответствующие мысли чтобы сразу человек находился как будто бы в забытье то есть здесь сразу с первых строк автор нас уводит от реальности чтобы мы это воспринимали как какое-то волшебство какое-то чудо какая-то такая ну то есть все события здесь будут соответственно как бы уже с первых нот этой песни мы можем почувствовать что здесь уже нас уводят от реальности чтобы человек находился в каком-то состоянии пребывал именно в состоянии до этого праздника и здесь очень главным является и я считаю что это основа основ то что дома находятся на берегу озера богатый дом находится на одном берегу а бедные живут на другом это как раз таки про ту границу между людьми что есть одни люди один даранг людей и есть другой это точно так же да здесь прям четко показывается есть сытые люди счастливые можно их назвать люди для меня сытость это счастье не в плане еды в плане эмоциональном а бедные люди живут по другую сторону бедность для меня здесь не это не имеет деньги а бедность мышления то есть те люди которые вообще ни о чем не задумываются они живут просто по инерции вообще не углубляясь что происходит то есть здесь происходит разделение автор сразу дай этим этими берегами нам показывает разных социальных людей что у них разное мышление одни сытые то есть у них есть позитивное мышление они видят возможности они их используют они замечают свои способности они ценят себя есть другие люди бедные в мышлении которые ничего не видят живут закрытыми глазами повязка ходят они живут только негативными эмоциями они как будто падальщики пытаются только падалью хотя есть до в лесу допустим если взять это метафорически что это животное лес может животное просто падаль есть которая там когда-то давно умерла а может поймать себе свежую еду и довольствоваться то есть применить свои усилия свою силу для того чтобы поймать свои способности а здесь бедное мышление это когда человек живет на халяву ничего не хочет делать вот здесь это сразу грань мы эту грань видим она четкая сразу же здесь происходит у нас здесь автор выделяет богатого что его дом выселся что его было видно что у него были постройки амбары сараи и были огромные ворота ничего не вижу здесь плохого в том что человек живет на свои средства использует свои способности возможности а деньги здесь как побочный эффект и он соответственно обустраивает свою жизнь для него жизнь каждый день рождество каждый день праздник он не живет каким-то одним днем когда-то наступит новый год и тогда будут подарки тогда я смогу себе колбасы купить дорогой нет для него каждый день это праздник он каждый день с радостью занимается своим любимым делом приносит пользу этому миру и соответственно получает в ответ благо и благодарность и простраивает свою жизнь что значит глухие большие ворота это говорит о том что у человека есть границы о том что он может четко говорить нет то что он не хочет о том что он четко понимает свои желания что он не находится в вожделении что он не бежит за какими-то мимолетными непонятными какими-то там первым первыми импульсами тела это говорит о том что человек у него структурирована размере на жизнь у него постройки отдельно там амбар отдельно дом кухня разделено то есть мы говорим можно увидеть здесь что у человека полный порядок у него нету смешения он не живет вместе с курями собаками в доме у него отдельно есть у каждого свое помещение у него есть своя отдельная комната где он может отдыхать где он может спокойно кушать спокойной обстановке и здесь на первый план нам выдвигают этого богача акцентируя внимание что вот он такой зажиточный для меня это нормально когда человек занимается своим любимым делом когда у него есть любимая работа и все блага которые его окружают неважно сколько их самое главное что человеку этого достаточно он не живет какой-то жадности а он живет в достатке на другом берегу лесной опушке до ютится маленький домишко то есть здесь сразу ютится слова то есть там живут люди которые которые даже не нашли себе место на этой земле что их дома они как будто бы украли они по всей видимости их даже и не ждали в этой жизни когда они родились возможно их не приглашали их родители и они ютили сей в животе у своей матери и теперь у краткой продолжают строить свои домишки то есть они даже здесь не могли свободно их построить то есть они там ютятся друг на друге собираются в кучку потому что если человек внутри уверенный в себе если с ним все в порядке он счастлив то ему не нужна толпа толпа внутри достая не снаружи а внутри и это и есть сила когда человеку одному не скучно быть когда он может пребывать со всеми ситуациями трудностями спокойно на это смотреть то есть у него есть здоровая оценка он понимает что он хочет что если сейчас он хочет отдохнуть он это себе позволяет а не объединяется в стаю не ищет куда ему как паразиту пролезть какое-то тело он прекрасно понимает свои возможности свои силы оценивает и живет в реальности а те люди которые не чувствуют внутренней силы у них нету стержня они ютятся то есть они собираются в толпы потому что толпой же всегда веселее что-то обесценивать да и давай ты меня тоже поддержит да вот где там дураки что-то еще и здесь почему до дети объединяются в группе потому что еще не сформирована личность до конца еще стержневая основа слабая тем более если она еще и расшатана все в родительской системе в семье то такие люди даже до старости начинают все равно продолжают вот находиться в этой стае быть как все это и есть слабое звено наше быть как все важно быть собой вот и то есть ветра всем открытый полностью доступны нету ни границ нету нежеланий человек не понимает что как он живет для чего он живет что происходит его жизнь он спит вот просто спит любые куда ветер подует туда и несет эту толпу то есть нету внутреннего понимания нету внутренних целей человек вообще просто существует вот во всех смыслах просто существует просто проживает своим тело тело проживает им его жизнь то есть человека нету нету управления он не понимает куда он движется что им движет открыть для всего то есть куда ветер дунул что там сказали где там раздают халяву все побежали да и каждый хвастается слава богу я больше всего урвал еще потом это выгодно перепродал и здесь это тут же потом происходит переключение жертву что а вот мне мало всем дали мне не дали то здесь ну конечно здесь будет простраиваться мы его увидим этот треугольник по тексту дальше и даже ветру здесь не чем было разжиться то есть даже ветер здесь не приживался даже если какие-то и происходили перемены до ветер это перемены это могут быть такие спокойные перемены это могут быть бурные активные кризисы внутренние кризисы с которыми с которыми человек когда сталкивается он понимает что это точка роста что здесь сейчас мне нужно вырасти но нет эти ветра ничем никак никакие болезни тяжелые ничего этих людей не сдвигает с места то есть они за камень как камни лежат на этом берегу для них но ничего не существует они находятся глубоком глубоком сне что происходит до после рождества когда у нас автор поднял эмоции он начинает в нас вживать свои можно сказать убеждения и сейчас мы увидим реальность то есть на этого богача нам мой взгляд да можно было ой какой он там зажиточный до живет она бедняка ой там бедненький вот и вообще там бедненькие такие голодненькие ничего нет то есть нет и здесь вот она реальность что было стужа деревья так трещали от мороза а над озером кружились от тучи и снега здесь вот она реальность то есть автор нас уводит уводил сначала от истины чтобы мы находились в таком забытие и поднимает в нас те чувства которые нужны автору и здесь он между строчек как будто бы вписывает реальность что настолько холодно замертве в шея настолько закоченевшие тут состояние людей и вообще этой реально то есть даже реальности нету там нету ни тепла ни солнца ничего то есть там даже лучи солнца не могут пробиться даже маленький огонек зажечься что постоянно снег кружит настолько постоянно настолько постоянно там темно сыро холодно что но нету для солнца там возможности пробиться вот немножко строк о реальности то есть здесь мы можем рассмотреть как богатого человека у него все устойчиво то есть мороз вот это стужа это у нас энергия кардинальной земли когда все устойчиво когда есть структура когда все по полочкам разложено когда у человека есть цели планы есть карьерный рост для него вот это вот состояние этой стужи вот этой фиксированности это нормально и для вот этих людей которые живут и им даже ветра ничего не могут с ними сделать и для них это стужа и окаменелость внутри бездушие бессердечья нету тепла холод один холод наполненный холод вот она реальность послушай хозяин сказала жена богатея давай положим на крышу хотя бы три ржаных колоска для воробьев ведь праздник нынче рождество здесь можно увидеть что по всей видимости это женщина каким-то образом ходила наверное на тот берег на другой женщина что такое женщина в мире животном так как мы являемся частью животного мира этого векового филогенеза и соответственно в нас точно так же как у животных есть эти инстинкты благодаря которым мы выживаем и живем можно сказать то есть такие животные нас есть основа и женщина в мире животном является главной ведущей потому что женщина это та которая выбирает себе самса самца для развития рода дальнейшего для того чтобы продолжать и нести здоровое потомство эта задача возложена природой на женщину можем до вспоминать моменты когда происходит конкуренция самцов до за самку это делают не самцы это делает самка побеждая который победит сильнейший соответственно у него будет возможность оплодотворить эту самку и точно так же и в нас внутри муж женщина в мужчине зарождает желание только женщина мужчине зарождает желание никак по-другому не происходит вспомним да простую поговорку сучка не захочет кобель помните да что происходит это о реальном бедности то есть то что хочет женщина то ей дает мужчина и здесь мы видим как эта женщина по всей видимости с кем-то задружилась и мы не знаем из какой иерархии вышла эта женщина может быть она с противоположного берега и было вот но каким-то образом в ней есть это тоже раковая опухоль ее могу назвать так вот эту бедность это как раковая опухоль болезнь этих людей вот это закаменелось закаменелость может быть и раньше она об этом говорила но муж был твердый его забор был высок и может быть каждое рождество она поет эту песню по всей видимости так и есть потихоньку заставляя своего мужа тоже мыслить как бедняки и здесь она его просит накормить этих воробьев воробьи никогда не будут голодные они всегда найдут себе пищу потому что эти птички так устроено природой они живут круглый год никуда не улетают они спокойно находят семена снегу травах то есть для них еда всегда есть ну и плюс есть и люди которые просто на халявку покормят какие-то крошки мусор они ничем не брезгуют они всегда сытые никогда эти птицы не испытывают голод вспомним до воробьев и здесь жена заставляет своего мужа своим нытьем чтобы они положили три колоска на крышу для птиц которые и так живут сытостью которых и так все есть здесь жена искушает мужа соблазняет его отказаться от того что у него есть чтобы в него тоже проникла это заболевание и мотивирует его что праздник что ведь праздник давай поверим волшебству поверим волшебству то есть у нас есть вся устойчивая система которая работает прекрасно все находится под внутренним контролем у человека есть стержень сила у него есть границы и здесь начинает жена как тухлая вода проникать в эти доспехи мужа начинает его тоже заражать можно представить до способности клетки если взять до простейшие какие-то вирусы одноклеточные которые моментально мутируют это говорит о том что и мы точно также моментально можем менять свою жизнь к лучшему или худшему если допустим заболевает одна клеточка заболевает весь организм если выздоравливает одна клетка выздоравливает весь организм и здесь мы можем наблюдать как одна клетка жена его начинает заболевать и начинает заражать весь организм потому что семья Это система, это не отдельные люди, а это система. То, что происходит внутри, это как два отдельных человека и как внутренняя система. Если взять наш организм, у нас есть сердце, вены, отдельные органы, которые запускают кровь по нашему телу. И в целом это кровеносная система, которая работает в связи, то есть между ними происходит контакт. Если что-то где-то произойдет на линии этой системы, то начинает вся система выходить из строя. Точно так же и здесь мы видим, как начинает система выходить из строя. Что где-то жена начинает мыслить бедными. А возможно и мыслила, было это. Но муж, вышедший из нормальной семьи, имел какое-то влияние на нее. То есть, но потихоньку соблазнялся. Не так я богат, чтобы выбрасывать столько зерна каким-то воробьям, сказал старик. Старик, то есть уже прожито, уже есть опыт, да, по его дому, можно сказать, что зажиточному, что уже, да, люди в годах находятся. Уже очень много опыта, много мудрости пришло к этому человеку. И здесь он говорит правильные слова. Я не настолько богат, чтобы выбрасывать зерна. Ведь действительно здесь и находится вся соль этого текста. Что человек, который работает и зарабатывает, он не выкидывает деньги на ветер. Он не будет разбазаривать их просто так. Он знает ценность своим деньгам. Он видит реально положение вещей. Здесь жена его уводит от этого его твердого решения. И здесь вот она и есть его вот эта стержневая основа в том, что он понимает реальность. То, что он видит, что я никому не готов на халяву чего-то давать. Я все равно посею пшеницу, да, или рожь что-то. И воробьи все равно возьмут и без того эти зерна. То есть и так там они пролазят в амбары едят. То есть у них есть возможность быть сытыми. Правильно он ей отвечает. Да, ведь обычай такой. Снова начала жена. Говорят, к счастью это. То есть видим, как жена заразилась. Верит в какое-то счастье. В какой-то ритуал, который можно свечку зажечь. Подуть на нее там, чего-то посидеть. Карту желаний нарисовать. Что-то там повоображать в голове. Сколько много всякого этого, да, сейчас в интернете. И вот оно, пожалуйста, счастье. Нет, не уходите в иллюзии. Будьте в реальности. Счастье это труд. Это труд. Нельзя родиться счастливым. Нельзя родиться счастливым. У нас есть подмена счастья. Что как будто бы дети, которые рождены в богатых семьях, они счастливы. Нет, они глубоко несчастны. Еще даже несчастнее тех, которые родились в бедных семьях. Нет деньги. Конечно, если для вас деньги это счастье, то хорошо. Но счастье это внутреннее состояние человека. Когда человек доволен, вдохновлен. Когда у него есть желание просыпаться с утра. И радостно засыпать вечером. Когда он приносит пользу этому миру. Когда он живет вдохновением. Когда он наполнен. Когда он силен. Когда он счастлив. Когда его окружают благодарные и добрые люди. Когда он уважает и уважаемый. Это счастье. Счастье не в деньгах. Потому что деньги это просто энергия. Которая приходит и уходит. А счастье это то, что мы аккумулируем внутри. То, что мы создаем внутри. Это только может делать человек. Поэтому здесь не верьте ни в какие ритуалы. Не верьте ни в какие сказки. Это просто выкачивание денег с вас, если это платно. И просто обман. Подмена понятия. Счастье это дорожка человека. Мы рождаемся и каждый день мы двигаемся к своему счастью. А я тебе говорю, что нет. Что не так я богат, чтобы бросать зерно воробьям. Сказал, как отрезал старик. Здорово. Классно. Поддерживаю мужчину. Умеет говорить нет. Имеет твердую позицию. Не поняла. Еще раз объясняет. Иногда мы говорим нет человеку. Ну, пожалуйста. Ну, давай. То есть человек имеет твердую позицию внутри. Он ей еще раз объясняет. Спокойно. Не кричит. Не огрызается. Спокойно. Говорит, что я не настолько богат. Что я не готов. Я не вижу в этом цели. У меня четко есть план. Все. Я придерживаюсь его. И ничего меня не собьет, как корабль с ориентиров моей жизни. И останавливает ее на этом. Начинает жена ныть. Мы увидим бедное мышление жены. Насколько она не умеет быть счастливой. Она продолжает, как зараза, атаковывать своего мужа. Но жена не унимаясь. Уж, наверное, тот бедняк, что на другой стороне озера живет, сказала она, не забыл про воробьев рождественский вечер. А ведь ты сеешь хлеб 10 раз больше, чем он. Видим, как она продолжает искать отмычки у своего мужа, чтобы заразить его этой страшной болезнью. Ориентируясь на бедных. Когда человек, здесь мы можем сказать, что она не ценит то, что у нее есть. Она, возможно, да, и у этого мужчины что-то происходит. Тут, конечно, происходит все в связке. То есть, значит, есть на что обратить внимание этому мужчины, раз проникает это заболевание внутрь. Значит, где-то что-то у него он делает и испытывает чувство вины, что у него появилась задача расстаться со своими деньгами. Что-то, значит, где-то он нахалтурил. То есть, здесь сейчас нужно ему сесть и разложить на полочке. Почему у меня возникла такая ситуация, о чем мне нужно сейчас подумать, к чему меня подводит эта ситуация. То есть, задать себе открытые вопросы и проанализировать, почему эта зараза хочет проникнуть в меня. Почему мой иммунитет слабеет. Почему мои ворота потихоньку начинают открываться. И жена не унимается. То есть, она, по всей видимости, где-то, может быть, он ей давал слабинку. И она ищет эти отмычки. Продолжает ныть. Продолжает приводить какие-то непонятные доводы. Без основания. Здесь она говорит, что бедняк. Она четко и конкретно говорит, что нет смысла равняться на этого человека. Бедное мышление. И здесь, через жену, по всей видимости, человек хочет слить вот это лишнее. То, что у него накопилось. Напряжение, по всей видимости. Опять же, могу предположить, что где-то он схитрил. И поэтому возникло это внутреннее желание через эту жену спустить определенную сумму денег. А может быть, даже и все. По всей видимости, что-то есть о чем подумать. То есть, здесь тоже приходят перемены. Но человек не хочет их замечать. То есть, все равно он сдастся. По концовке текста мы узнаем, что он сдастся. Он согласится с этой женой и заразится этим тяжелым заболеванием. Не болтай, вздоро, прикрикнул на нее старик. Я и без того немало ртов кормлю. Что еще выдумала воробьям зерно выбрасывать? Вот, мы сейчас обнаруживаем, где его доспехи начали течь. Где к нему стала проникать эта вонючая жидкость. Он и без того выбрасывает. То есть, где-то он имеет халявных, по всей видимости, работников. Которые недобросовестно выполняют свою работу. Он им продолжает платить. Где-то, по всей видимости, не дослеживает, не обращает внимания. Где-то расходуется больше, допустим, на посев зерна. Остается до лишнего. То есть, там, где нет внимания человека. Может быть, кому-то он деньги в долг занял. И это тоже является, как отмычка. Человеки его твердого нет. И, по всей видимости, может быть, долг не занял. Возможно, там семья, может быть, брат надавили. Вот точно так же, как и эта жена сейчас давит на его жалость. И на какие-то чудеса, что вот сейчас, может быть, там кто-то заболел. В другой семье, близких. И, возможно, попросили деньги на лечение, на волшебное исцеление. А оно могло не произойти. И деньги человеку не отдадут. То есть, он с ними попрощался. Потому что, видимо, у него не было его внутреннего желания поделиться этими деньгами. Возможно, их просто выпросили. Такими манипуляциями. И сейчас он об этом сожалеет. Здесь я могу обнаружить, что это и является первопричиной. Что он и без того кормит много ртов. Которые не заслужили эту еду. И, да, здесь он не готов еще и воробьям давать. Но вот, что оборвал ее старик. Знай свое дело. Пеки хлеб, да присматривай, чтобы окорок не подгорел. А воробьи не наша забота. Правильно здесь он ее направляет внимание. Потому что, по всей видимости, есть у этой женщины все-таки запрос внутри. Не соблазняться. Не поддаваться на эти провокации. И через мужа она просит, чтобы он ей показал, чем ей нужно заниматься. Куда ей нужно свое внимание. То есть, следить за очагом, едой, хлеб печь. То есть, заниматься своими заботами, домашними делами, рутиной. Той, которой она занимается изо дня в день. То есть, очистить свою голову от лишнего. Мы всегда так делаем, когда мы сами не можем себя остановить в чем-то. Нас заносит глубоко. То наше бессознательное, как будто бы нежно дотрагивается рукой до нашего супруга, супруги. Либо там родителей, вокруг людей. Через которых мы себя останавливаем. Через которых мы возвращаемся к реальности и к жизни. И таким образом направляем свой фокус. Действительно, да. У меня есть мои дела. Куда меня вообще несет. И, конечно, нормальный человек, у него будет нормальная реакция. Он скажет, да, действительно, что-то тут я вообще куда-то не туда пошла. А тот человек, который начинает засыпать. Как здесь мы видим, эта женщина начинает засыпать. Она еще может на мужа тут выступать. Чего это ты вообще мне тут указываешь, что мне делать? Но нет. Слава Богу, она соглашается. И переключение происходит. И вот в богатом крестьянском доме стали готовиться к встрече Рождества. Пекли, жарили, тушили, варили. От горшок и мисок стол прямо ломился. Только голодным воробьям, которые прыгали на крыше, не досталось ни крошки. Напрасно кружили. Они над домом ни одного зернышка, ни одной хлебной крошки не нашли. Опять здесь автор. Мы видим, как нас начинает уводить. То есть все происходит нормально. Люди готовятся. Может, они каждый день готовятся. Так каждый ужин у них проходит в такой праздничной обстановке. Все готовится, жарится, парится. Это нормально. Нормальный обиход. Здоровая жизнь происходит. Люди о себе заботятся. Готовят. Не бегут в магазин за Макдональдсами. Там какой-то едой. Быстрыми углеводами. Все заботятся о своем здоровье. Готовятся. Все с пылу, жару, свежее. И здесь автор хочет вызвать нас голодные, воробьи, несчастные воробьи. Для нас, потому что голод у нас есть. Опять же, навязанное отношение к этому слово, которое порождает у нас образы. Голодный, значит, такой несчастный, бедненький. Его нужно срочно спасти, накормить. Но, как говорится, дело утопающих, рук самих утопающих. То есть человек сам выбирает быть голодным. У каждого возможности одинаковые. Каждый может себе позволить все, что он хочет. Для всех, для всех на земле одинаковые возможности. Здесь нет ущемленных. Это очень выгодная позиция, благодаря которой можно добиваться и строить свою жизнь. И автор нас начинает вызывать в нас жалость, чтобы мы происходит здесь подмена понятий. Чтобы мы этого богатого сейчас считали жадиной таким, да, скряга, которая, ну вот такая жена добрая, воробьишек, хотела бедненьких накормить, которые и так без того сыты, и так там они закормлены, эти воробьи. Но тут еда говорит не о том, что мы получаем через пищевод, а здесь именно голод, мыслительный голод о том, что атрофировано, о том, что мозг не развит, не развит мышцы мозга. Здесь нужно этот голод только можно утолить образованием, просвещением, изучением себя. И вот детское мышление настолько еще, да, легкое, восприимчивое. И, конечно, это ребенок воспринимает и начинает тут жалеть бедных воробьев. Они остались голодные, эти там жрут. А воробьишки-то голодные. Нет, нет и нет. Что им даже ни крошечки не досталось. Да сейчас они поедят, еще столько мусора останется от еды. И без того, да, он сказал, я кормлю. То есть там мусорку эту вынесут, остатки достанется и собаке, косточка и кошке достанется. То есть все будут сытые после этого званого ужина. Я думаю, что каждый вечер там и воробьи едят, и все. То есть вот она происходит подмена понятий. Что они напрасно кружили, напрасно кружили. Что вот мы ничего не нашли. Ложь. Здесь мы видим, как автор нам лжет. Нет, нет, в это не верю. Сейчас я завершу разбор этой сказки. Так как сказка является очень длинной. И уже у меня сейчас 40 минут записи этого разбора. Я решила записать его в нескольких частях. Поэтому рада быть полезной. Рада породить вас в свежий образ о себе и о других, и о мире. Жду вас в следующих частях разбора этой сказки. Желаю всего самого лучшего. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»